Друзья, всем привет! Добро пожаловать на очередной урок по Vectail, самый лучший CMS на нашей планете. И сегодня я вам расскажу про страницы в Vectail. Надеюсь, что к концу урока у вас появится чуть более лучшее понимание о том, как же с ними работать и как ими правильно пользоваться. Итак, в данный момент у нас есть один класс страниц в нашем проекте, который называется Homepage. Но на самом деле страниц типа Homepage у нас может быть в проекте много. Сейчас я вам это продемонстрирую. Если я пойду в свой админ интерфейс, сервер разработки у нас уже запущен, нажму страницы и если я нажму вот на этот карандашик, то я провалюсь в интерфейс, где я смогу редактировать ту страницу, которую я создал. Если я нажму сюда, то здесь у меня появится такой пункт, как видите, правка, смотреть на сайте, добавить дочернюю страницу и больше там какие-то другие вещи, связанные с моей страницей. Итак, давайте нажмем добавить дочернюю страницу и у нас тут же открывается очередное меню, где я могу задавать какие-то новые, какие-то параметры, схожие с тем, что мы уже делали для Homepage. То есть мы создадим еще одну страницу Homepage, типа Homepage, которая будет дочерней по отношению к уже созданной нам странице. Давайте назовем вторая страница Vectile. Под заголовок ничего не будем указывать и, кажется, у нас в тексте здесь должен быть хотя бы один блок RichTextField. И нажмем опубликовать. Эта страница у нас будет доступна по адресу вторая страница Vectile, то есть это Slack, который был создан по умолчанию. То есть один из важных элементов, который бы я хотел, чтобы вы усвоили отсюда, это то, что у нас все страницы в Vectile могут быть либо дочерними, либо родительскими по отношению друг к другу. Давайте попробуем, давайте еще это на другом примере тоже проиллюстрируем. Давайте создадим какой-то новый вид наших страниц, например, BlogPage. И давайте NewsPage. NewsPage. Он будет наследовать, опять же, из Page. И здесь мы просто, мы ничего не будем задавать, никакие поля. Мы будем пользоваться полями, которые предоставлены нам из Page. То есть, например, Title и какие-то другие поля. Сохраним. Теперь нам надо будет перезапустить наш... Теперь нам надо будет создать миграции и записать миграции в нашу базу данных. Давайте остановим наш сервер разработки. Сервер разработки был остановлен. Python-manage.py make migrations. И вот у нас была создана миграция для NewsPage и Python-manage.py migrate, чтобы создать таблицу в базе данных для нашей NewsPage. Отлично. Опять давайте запустим наш сервер разработки. Перейдем в админ-интерфейс нашего сайта. И теперь, если мы зайдем опять в первую страницу Vectail, добавить дочернюю страницу, и он предлагает нам создать какую же страницу мы хотим создать, какой вид страниц. HomePage или NewsPage. Если мы назовем NewsPage, то видите, у нас уже здесь нам предоставляется только... Так как у этой страницы у нас ничего нет, то есть мы не добавили сюда никаких полей, ни сабтайтл, ни ртфбади, ни чего-то еще, то здесь мы можем добавить только какой-то заголовок. Например, давайте назовем ее NewsPage. NewsPage. Вот так вот, NewsPage. И назовем опубликовать. Нажмем опубликовать. То есть теперь у нас внутри нашей HomePage, которую мы создали с самого начала, вот здесь, у нас есть, как видите, две страницы. NewsPage и вторая страница Vectail, которая имеет тип HomePage. То есть каждого экземпляра HomePage или NewsPage у нас может быть сколько угодно страниц. И Vectail предоставляет очень-очень удобные инструменты для того, чтобы задать, какая страница может быть по отношению к какой родительской, а какая страница по отношению к какой может быть дочерней. И вот чисто логически у нас HomePage должна быть, наверное, родительской по отношению к NewsPage. Как же нам это сделать? Мы можем это сделать двумя способами. Во-первых, мы можем в самой HomePage задать SubPageTypes и указать здесь такой список. И в этом списке нам нужно указать тип нашей страницы NewsPage. То есть он указывается следующим образом. То есть это строка, и в строке я указываю Home, то есть название приложения, точка и дальше NewsPage. Таким образом, в нашей HomePage единственным типом дочерних страниц будет NewsPage. Сейчас давайте опять же перейдем в интерфейс администратора. Первая страница Vectail. И сейчас я хочу добавить дочернюю страницу. И он уже не спрашивает меня, какую я страницу хочу добавить, потому что по умолчанию у нас есть... Я могу добавлять сюда только NewsPage. Я, соответственно, могу сюда что-то добавлять. Тогда как, например, в NewsPage, если я... Сейчас я создам NewsPage, допустим, нажму опубликовать, зайду и зайду, да, вот, например, в эту NewsPage, которую я до этого создал. Здесь я опять же могу добавить дочернюю страницу. И так как это страница NewsPage, для которой мы в коде с вами не указали, какие могут быть дочерние страницы в NewsPage, соответственно, здесь я могу добавить либо HomePage в качестве дочерней страницы, либо NewsPage в качестве, опять же, дочерней страницы. Опять же, это не совсем удобно. Но, допустим, я хочу, чтобы HomePage не была дочерней страницей, вообще ни у какой страницы. То есть я не хочу иметь возможность создавать страницы вида HomePage из моей NewsPage. Как я могу это сделать? Я могу добавить ParentPageTypes. Parent, нижнее подчеркивание, PageTypes. И так как я не хочу, чтобы страницы типа HomePage создавались из других страниц, я сделаю это просто как пустой список. Обновить. И давайте теперь опять попробуем посмотреть, как это все будет. То есть, опять же, я захожу сюда. Первая страница Vectile. NewsPage. И добавить дочернюю страницу. И опять же, по умолчанию он нам выбрасывает на NewsPage. То есть, он не дает нам возможности создать HomePage из NewsPage. То есть, вот таким вот нехитрым способом мы можем управлять, какие же страницы могут быть дочерними по отношению к каким в Vectile. И еще, что я хотел бы также вам показать, это кроме непосредственно дочерних страниц и родительских страниц, мы также можем указывать, например, максимальное количество страниц, которое может быть в проекте сейчас. Допустим, мы хотим, чтобы максимальное количество страниц NewsPage у нас было, например, три штуки. MaxCount. То есть, вот это свойство, MaxCount. Если мы его укажем, равно 3. И теперь мы уже с вами создали... То есть, если мы перейдем сюда, мы уже здесь создали NewsPage. NewsPage и вот эта страница, они все типа NewsPage. Если я здесь создам еще одну страницу, опять же, вида NewsPage, допустим, третья страница NewsPage, нажму опубликовать, то теперь, как видите, Vectail не дает мне создавать какие-то новые страницы, потому что в самом... вот здесь вот я не могу создавать страницы типа HomePage, потому что для нее ParentPageTypes равен пустому списку, тогда как максимальное количество NewsPage у меня уже создано в моем проекте. То есть, вот таким вот образом я могу контролировать, как бы, как... какие страницы я могу создавать в своем проекте, сколько страниц я могу создавать в своем проекте, какие страницы будут дочерними, а какие родительские по отношению к каким страницам Vectail. То есть, выстраивать такую структуру в виде такого графа. Здесь вот я нарисовал небольшую картинку, как мы с вами в дальнейшем создадим наши страницы. То есть, у нас будет HomePage, и в этом HomePage у нас будет два типа страниц дочерних. Это NewsIndexPage и PersonIndexPage. Это страницы для новостей и для людей. И у каждой страницы, у NewsIndexPage будут дочерними страницы NewsPage, то есть, для каждой отдельной новости будет отдельная страница, тогда как у PersonIndexPage дочерней страницы будет PersonPage, для каждого конкретного человека мы сможем создавать отдельную страницу. Здесь также указаны ссылки, по которым будут доступны соответствующие страницы. Тогда как у NewsPage и у PersonPage уже не будет никаких дочерних страниц. Итак, я надеюсь, что вам стало чуть более понятно, как же работают страницы Vectail, и как мы можем выстраивать нашу структуру с помощью вот этих вот инструментов. Также вот обратите внимание, есть такое свойство MaxCountPerParent, то есть, например, я могу задать, что у меня будет максимальное количество... Я могу задать, допустим, PersonIndexPage несколько страниц типа PersonIndexPage, и в каждой из этих PersonIndexPage у меня максимальное количество PersonPage может быть определено как пять страниц. Вот с помощью вот этого параметра я могу создать максимальное количество тех или иных страниц на одну родительскую страницу. То есть это тоже вам может где-то пригодиться. Так, спасибо за просмотр, спасибо, что были здесь до самого конца. Этот урок получился достаточно длинным. Ну, на следующем уроке мы уже начнем создавать наши страницы для нашего проекта и управлять, какая из этих страниц будет родительской по отношению к какой, какая дочерней по отношению к какой. Так, спасибо за просмотр, увидимся в следующем уроке.